галя здравствуй так речь пойдет о том как обработать вот эту канавку и и на самом деле можно вполне обработать за одну операцию ну во первых ошибочках которые тут есть в этой операции токарный контур 4 ты обработка идет таким вот образом слой 1 затем подъем на безопасное слой 2 подъем слой 3 и так далее то есть достаточно большим выходом то есть вообще говоря то есть для ломки стружки не нужно использовать опцию многослойность для этого вот зайдем вот сюда сюда свойства то есть не нужно использовать вот эту вот опцию многослойность вместо нее лучше сказать ломка стружки количество шаг в глубину вот эти два миллиметра которые вы и возврат возврат ну например то есть это для ломки стружка ну давай я сделаю пускай 0 1 миллиметр если сейчас вот мы цикл не будем использовать то у меня получается что то есть вот вот он сюда заходит режет возвращается то есть на одну десяточку он постоянно так здесь у нас вот вот на одну десятку он возвращается для ломки стружки то есть если мы делаем свойство возврат на не на одну десятку скажем на те же самые два миллиметра то мы увидим следующую картину вернулся отрезал вернулся отрезал вернулся отрезал вот в общем то и все и так теперь вот всю эту кучу ходов вполне можно заменить на цикл 93 для этого говорим параметры пардон выбираем это дело свойства говорим использовать цикл все теперь при использовании цикла у нас ломка стружки включена шаг в глубину задержку на дне если надо включаем ну допустим 0 2 3 4 вот такое количество секунд у меня будет задержка на дне делаем смотрим что получилось то есть здесь цикл развернутый он также посмотрим в управляющей программе что выходит генератор процессоров вот вторая программа самом конце вот он цикл 93 вот это у меня шаг который выполняется вот это вот возврат настолько так в общем то должно это дело работать я так полагаю следующая и так то есть если вот такой такое врезание на первом кадре устраивает то всю эту канавку можно вполне обработать за одну операцию как с использованием двух корректоров как мы это дело сделаем вот то что вот тут вот делается в начале вот этот контур я сделаю видимый деталь этот контур потом этот потом обрабатываем здесь потом обрабатываем здесь так для начала создаю новую операцию чистовая токарный контур так скопирую в эту операцию инструмент вот отсюда хорошо рабочее задание почище и так у нас здесь вот невидима деталь чтобы она стала видимо ее надо задать видимо деталь потерялась после вот этой фрезерной операции вот поэтому заново задам деталь здесь кстати в 8 версии такого дела происходить вот все кривые объединяя их получаю одну кривую с именем объединенная кривая вот она видно надеюсь так после этого перехожу в технологию и вот второй операции задаю заготовку провернуть вот эту мою новую кривую вот такая деталька получилось замечательно так теперь дальше в рабочее задание добавляю канавочный в общем даже можно канавки вот она добавилась хотя можно можно просто добавить контур вначале в контуре удаляю 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 вот это удаляю вот это вот это вот получили для вот этих штук говорю подход нулевой отход нулевой так чем угол что ли задали вот ты боже мой вот это нулевой так теперь дальше захожу свойства говорю что это у меня будет канавка канавочный цикл нет канавка это будет хорошо вот смотрим что у нас здесь получилось куча чего-то непонятного ну во первых мы хотим чтобы шаг строчек был один миллиметр давай делаем вот он первая самая сторона обработки с обеих сторон и с этой с этой будем черновой шаг задаю в миллиметрах один миллиметр так теперь вот тут вот у меня что творится вот тут направление обработки если мы поменяем вот мы видим сейчас он обрабатывает все одним корректором то есть если я посчитаю вот это вот настроечная точка и вот он ей все обрабатывает и вот поэтому мы видим здесь такую область мы хотим обработать двумя корректорами чтобы это сделать во первых нам надо задать второй корректор в первую очередь идем в параметры вот тут на страничке инструмент первый корректор у нас будет 208 тот который был это 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 вот это с точка правая нижняя второй корректор 228 это левая нижняя точка итак первый корректор 208 правая нижняя второй корректор 228 левая нижняя задали так хотя первый корректор у нас вот тут должен быть да ", давая GRADU me Свойства первый корректор первый корректор первый корректор Левая, нижняя Второй корректор Правая, нижняя Хорошо, вот у нас Так, теперь дальше Заходим в свойства Свойства элемента И говорим, что вот у меня канавка У канавки есть свойства Коррекция ширины Говорю, использовать будем Два корректора Коррекция радиуса Пластины Говорим, что будет у нас на компьютере Выполняться Вот мы видим картинку Замечательно После этого многослойность Она, в общем-то, вот так вот Она выполняется, что она делает Но она нам тут не нужна Говорим, что будем использовать цикл Ломка стружки у нас будет На каждом врезании Количество ломок Шаг То есть на один На два миллиметра Делаем Шаг, то есть на каждом вот этом черновом проходе Два миллиметра Отошли два миллиметра Отошли Врезание Возврат на один миллиметр То есть это вот, кстати, в цикле Этот параметр возврата В той документации, в которой у меня есть Там написано циферка один миллиметр В новой может меняться Задержку на дне, если надо, делаем Скажем, полсекунды Пять секунды Хорошо Так, теперь Ну вот, в общем-то, и все Итак, ключевые вещи Вот тут коррекция на компьютере Два корректора Оба корректора надо задать Ну и все Считаем траекторию Смотрим, что у нас получается То есть Если мы включаем Даже не будем Для начала Черновые проходы Первый корректор у нас Вот тут вот в начале Номер корректора 208 То есть вот она настроечная точка Пошли с ней Ну это после предыдущей операции У нас недалеко Черновые проходы Первый проход Вот он То есть вот этот цикл 75 Вся вот эта вот канавка Будет выбрана как черновой проход То есть эта канавка Как один цикл Ж-93 у нас в ВП попадает На нем Ломка стружки имеется Вот он Врезались, отскочили Врезались, отскочили Следующий цикл Будет вот такой Он тоже с ломкой стружки Выполняется Следующий Вот он Следующий цикл Вот здесь Коротенький совсем После этого Вот Делаю шире Переключаемся на второй корректор 228 Вот смотри Настроечная точка Вот она После того как переключились После того как мы переключились Сюда Вот настроечная точка Поменялась Теперь идем В другую сторону Врезаемся Здесь Вот это циклом Все проходим Следующий циклом Проходим 93 И чистовой проход И чистовые ходы Делаем без циклов То есть Здесь Срезаем Переключаем Номер корректора Опять на первый корректор Который у нас был 208 Возвращаемся Здесь Дорезаем Все Вот в общем-то Примерно так Ну давай попробуем Посмотреть все Моделирование Целиком Только этой операции С использованием Обеих корректоров Вот они Ага Ну вот он Возклицательный знак Поставил Я черновые проходы Не сделал Ну давай Вернемся То есть Можно в принципе Конечно Взять Вот это Расстояние Задать Там Я не знаю 3 мм Пересчитаем Спросим То есть В самом начале Даже я вот эту вот операцию Сейчас еще и выключу Чтобы он у меня шел Сразу из точки смены Инструмента Потому что В общем-то Надобность в этой операции Большой Не вижу Итак Вот он Из точки смены Инструмента У нас Начало Пропускаю Подвод Пропускаю Вот Черновые проходы Смотрим Где инструмент Вот сюда Подошли С ломкой стружки Так Теперь То есть Вот это Идет первый Цикл Вот это Второй цикл Другую глубину Третий Поменяли корректор Четвертый Пятый Шестой Чистовой проход Чистовой проход Ну вот В общем-то И все Давай на управляющую программу Глянем Так Обновить Генерируем Управляющую программу Так Токарный контур Не пересчитался Токарный контур 2мп в секундочку Так Сброшено Ну что это такое Посчитаем Траекторию Вот она У нас Это обработка Канавки Вот здесь Шаг Который Выполняется Для Врезания На 2мм Вот это отскок Насколько надо Вот это Координаты Как бы Прямоугольных Каналочек Сколько их там Надо выбирать Ну вот В общем-то Пробуй Давай Всего доброго